Порты Тамани переоценили себя Порты Тамани переоценили себя Планируемая стивидорами загрузка инфраструктуры превысила прогноз ОАО РЖД Газета Коммерсант номер 111 от 28 июня 2019 года, строение 8 Перевозка грузов по железной дороге в порты на Тамани, исходя из заявок на развитие путей необщего пользования, может превысить 170 миллионов тонн Это на 100 миллионов тонн выше планов, учитываемых ОАО РЖД Из заявленных цифр почти 80 миллионов тонн грузов может прийтись на сообщение с перспективным сухогрузным районом Порта Тамани более 90 миллионов тонн, на терминалы группы АТЭКа Мишеля Литвака В ОАО РЖД поясняют, что эти цифры основаны на данных, предоставленных не грузоотправителями, а портами, которые зачастую учитывают грузы конкурентов Аналитики также называют цифры нереалистичными Перевозка грузов по железной дороге в морские терминалы Таманского полуострова может достигнуть 171,7 миллиона тонн, следует из материалов ОАО РЖД Из них 79,3 миллиона тонн в год приходится на сообщение с сухогрузным районом морского порта Тамань, пока не строится, и 92,4 миллиона тонн, с терминалами группы АТЭКа Мишеля Литвака При этом долгосрочная программа развития ДПР, ОАО РЖД до 2025 года учитывает объем железнодорожных перевозок на все порты Азово-Черноморского бассейна, АЧП, в 131,1 миллиона тонн, в том числе и 70 миллионов тонн приходится на Тамань в целом 171,1 миллиарда рублей Составит стоимость первой очереди сухогрузного района порта Тамань Как пояснили твердый знак в ОАО РЖД, цифры 79,3 миллиона и 92,4 миллиона тонн в год содержались в запросах бизнеса на выдачу технических условий на развитие путей необщего пользования При этом тех условий они являются обязательством ОАО РЖД по перевозке грузов, подчеркивают в монополии, равно как и не являются обязательством заявителя по развитию инфраструктуры А мероприятия по развитию подходов к портам АЧП, заложенные в ДПР, строятся на прогнозах перспективной грузовой базы, основанных на планах грузовладельцев А порты, не являясь грузовладельцами, развивают свою инфраструктуру исходя из своих конкурентных преимуществ и зачастую в своих прогнозах учитывают грузы конкурентов Отмечают в ОАО РЖД В материалах ОАО РЖД говорится, что грузооборот Томани в 2018 году составил 9,2 миллиона тонн, а к 2025 году он должен увеличиться до 70 миллионов тонн, из которых более 60% составит уголь Ожидается падение погрузки в Новороссийске с 45,7 миллиона до 38,5 миллиона тонн, а также небольшой рост перевозок грузов в Туапсе с 15 миллионов до 16,9 миллиона тонн Перевозки в остальные порты АЧП падут с 14,1 миллиона до 5,7 миллиона тонн В последней презентации проекта сухогрузного района порта Томани указано, что на первом этапе до 2024 года грузооборот порта составит 66,94 миллиона тонн, далее ожидается прирост еще на 37 миллионов тонн Однако начало строительства откладывается, государственная транспортная лизинговая компания, с которой планировали заключить консессионное соглашение, выбыла из проекта Дополнительные вопросы возникли у Минэкономики и ФАС В частности, на совещании у вице-премьера Максима Акимова ФАС запросила у Минтранса и ОАО РЖД четкого разъяснения, как будет распределяться пропускная способность железной дороги с учетом того, что потоки пойдут в Крым, терминалы АТЭКО и сухогрузный район порта Томань Исходя из протокола совещания в Минтрансе по этой же теме, ФАС настаивала, что развитие сухогрузного района должно быть увязано с планами развития АТЭКО При этом в протоколе зафиксирована позиция ОАО РЖД, согласно которой провозная способность железных дорог в направлении АЧП обеспечивает как текущую деятельность терминалов, так и прогнозируемые объемы перевозки АТЭКО и порта Томань Кроме того, монополия выразила готовность участвовать в проекте в качестве одного из инвесторов Минтранс должен был устранить все разногласия, а к 28 июня подведомственный ему Росмарич Флот подготовить актуализированную финансовую и организационную модель проекта, СМ Твердый знак от 5 июня и 17 июня В Минтрансе Твердый знак сообщили, что работа по исполнению поручения идет Как в Томани швартуют инвесторов В АТЭКО отказались от комментариев Но источник Твердый знак, знакомый с ситуацией, утверждает, что в перспективе грузопоток терминалов группы может быть и больше 100 миллионов тонн, с учетом планов по перевалке угля, объемы которого будут, по его словам, увеличиваться с каждым годом, минудобрений, нефтехимии и уже работающего нефтяного терминала на 20 миллионов тонн Глава инфолинии аналитики Михаил Бурмистров говорит, что заявленные планы портов нереалистичны Хорошо, если удастся достигнуть 60% запланированного грузопотока, даже 100 миллионов тонн выглядит очень амбициозной целью Проект АТЭКО уже прошел точку невозврата, и его развитие будет динамичным, а вот строительство сухогрузного района порта Тамань вызывает вопросы, полагает он Анастасия Веденеева